Будем обсуждать с Андреем Александровичем Родионовым. Где он есть-то? О, нет, не его. Пока остались слайды. А вот Андрей Александрович. Значит, я думаю, что мы сегодня поговорим только о ВЦЖ-вакцинации, потому что там у нас есть о чем поговорить, а флюорографию оставим напоследок, потому что там тоже есть о чем поговорить. Ну вот, и я думаю, что это будет всем очень интересно. Пожалуйста. Я в этот раз не хожу из эфира, потому что я соучастник тут. Хорошо, да. Павел Андреевич, спасибо за представление. Уважаемые коллеги, добрый вечер. А я вас не представил. Кандидат наук, доцент Тверской государственной медицинской университеты. Так точно, спасибо. Сегодня у нас вторая серия Морелизонского балета. Мы поговорим сегодня в рамках, надеюсь, нашего долгого сериала «Волшебные пули» о туберкулезе, ограничившись сегодня ВЦЖ-вакцинацией. И не просто так, как и вакцинацией, а с целью, собственно, профилактики. Итак, возвращаемся к смертности. Это для тех, кто и в прошлый раз видел нашу «Волшебную пулю». И картиночка, сейчас вы на слайде видите картиночку, отобранную из девяти инфекционных заболеваний, которые были представлены в статье Джона и Сони Маккинли, отобрана отдельно туберкулез. И вот здесь эта смертность, разумеется, стандартизированного уровня смертности от туберкулеза в Соединенных Штатах Америки с 1900-го примерно по 1970-й год, статья года 73-го. Напоминаю, что мы здесь видим. Мы здесь видим резкое, огромное снижение в разы, возможно, даже на порядок, 10 раз снижение смертности от туберкулеза, которое предшествовало появлению, собственно, эффективного лечения. Первое эффективное лечение – это предшествовало появлению из-за неазида. Мы эти вещи смотрели в прошлую встречу и для других заболеваний характерное. Это американцы. Меня заинтересовало, а можно ли по открытым данным нечто подобное легко найти для других стран, для России. К сожалению, для России легко найти это не удалось. Я не исключаю, что, наверное, и, может быть, я не совсем хорошо искал, и кто-то из вас сможет это сделать. Давайте посмотрим. Для России вообще, на самом деле, насколько я понимаю, данные доступны, это из базы Health for All, Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. И это данные доступны, начиная с 1992 года. То, что до 1992 года, в общем-то, терра инкогнито. Видимо, эти данные в то время по Европейской региональному бюро ВОЗ мы либо не подавали, либо подавали в таком виде, что их невозможно было сравнивать и анализировать. Ну, в общем, как-то вот так. Что мы видим за последние 20 лет, фактически, здесь с 2000-го на слайде, по 2019 год мы видим, значит, зелененькая линия, очень мелкая, поэтому рассказываю. Зелененькая линия внизу – это женщины, значит, желтенькая линия такая, оранжевая, вверху – это мужчины, а остальное – это между ними, это оба пола вместе. Вру, нет, наоборот, прошу прощения. Синенькая – это мужчина, а оба пола вместе – это просто банально полученные путем сложения верхнего и нижнего. Верхнего и нижнего. Высота, соответственно, пропорциональна количеству смертей. Тут я не стал их переводить относительно некие показатели. Ну, таким вот образом у нас получается за 20 лет снижение с небольшим приростом в начале 2000-х, даже пиком неким в районе 2005-го года. Ну, очень сильно подозреваю, что это было связано с изменением подхода к кодированию некоторых заболеваний, вызвавших смертельный исход, исходя, возможно, из некополитической ситуации. Ну, возможно, что и не так. Возможно, что и не так. Жаль, данных не очень много. Анализировать их достаточно сложно. Посмотрим, возможно, другие страны. Это Великобритания, в частности Англия и Уэльс. Для них данные доступны, данные неплохого, хорошего качества. Это показатели инцидентности туберкулеза. Туберкулезом, прошу прощения. То есть, ближе всего, это будет частота новых случаев туберкулеза. Немножко по-другому рассчитывается, но не в том суть. Итак, это показатели новых случаев туберкулеза. Сплошная линия осмертности. Это представлено конъектированной линией на 100 тысяч населения в год в Англии и Уэльсе за 100 лет. Чуть больше, чем 100 лет. С 1913 года по 2016 год. Что мы здесь видим? А видим мы здесь, что и то, и другое. И инцидентность снижается, и смертность снижается. Примерно так же, как в Соединенных Штатах Америки. Поставить можно сюда ту же самую стрелочку, которая обозначает изонеазит. Момент, скажем так, внедрения его в клиническую практику. Можно добавить стрептамицин, можно добавить какие-то другие специфические методы лечения. Мы видим, что их внедрение несколько отстает от снижения смертности. То же самое с БЦЖ, но проект чуть позже вакцинации. На самом деле, чем хороши данные Англии и Уэльса, это тем, что это можно несколько назад еще тянуть в качество данных неплохое. Обратите внимание, пожалуйста, на этот график. Здесь 1838 год. Первоисточник, это очень часто в интернете, находится в первоисточном. К сожалению, у меня не очень много было времени, чтобы прям вам представить, откуда это взято. Но можете сами, собственно, его поискать и найти. Тут никаких особых проблем с этим нет. Если мы посмотрим на правую часть рисунка, правую часть, 1918 год, вот это примерно то снижение, которое было представлено на предыдущем рисунке. То есть мы штабируем его еще на 100 лет, мы видим, что на самом деле снижение-то было гораздо более сильным. Гораздо более сильным. Если бы мы пододвинули его еще чуть подальше, мы бы увидели, что в какой-то момент смертность от туберкулеза изначально высокая, она начинает потихонечку снижаться. Где этот момент? Возможно, это начало 19 века. Возможно, чуть раньше, но тут уже вопрос к качеству данных. Скорее всего, нам сложно сказать. Что-то такое начинает происходить в это время. Что же такое? Я задаю вопрос, в чем причина такого снижения смертности. Пусть он будет открытым. Я сейчас попробую рассказать, какие на него существуют наиболее распространенные попытки отвечать. Итак, первая попытка – это традиционный ответ специалистов общественного здоровья. Они говорят, что произошло улучшение условий жизни. Уважаемые коллеги, никак категорически просто не могу согласиться с этим утверждением. Ну, даже урбанизация, как правило, которая происходила, и промышленная революция начала 19 века в Англии, она никогда, как правило, не связывает массовая урбанизация с улучшением условий жизни. Скорее, наоборот. То есть, когда люди приезжают из здоровой деревни, где они могут дышать свежим воздухом, как теперь говорят, пить воду чистую, да, возможно, там питаться каким-то образом естественной пищей, и они вдруг приезжают в города, где дикая скучность, где Англия, смог, там, извините, растут промышленные центры типа Манчестера и Ливерпуля, где происходит концентрация, чудовищная концентрация людей на самом деле, где это еще до времени, в общем-то, нормальных законов, принятых в ответ на профсоюз, в общем-то, до серьезной какой-то профсоюзной революции, то есть, это рабочий день длительностью 12-16 часов в сутки, а иногда даже и больше, это скучность огромная, это женский и детский труд. Вообще-то, люди в таких условиях, мы говорим о туберкулезах социальных, заболеваниях социальных, должны умирать, вымирать с гораздо большей скоростью, чем это происходит в здоровой деревне. И этого не происходит. Ну, мне можно возразить, возможно, я там говорю сейчас о более ранних временах, о временах огораживания, это все не так. Поэтому нашел я примерно, хоть от тех времен, выпущенную книжку нашего всего Фридриха Энгельса, который, собственно, и говорит о, значит, Господи, прошу прощения, выскочил из главы, о том, что на фоне промышленной революции, она посвящена как раз именно положению рабочего класса в Англии того времени. Массовая урбанизация, быстрый экономический рост вызывает растущее неравенство, ну, примерно, наверное, в какой-то мере мы можем это в 90-х немножечко измечать по столице. И промышленная революция сильно ухудшает условия жизни рабочих. Это, собственно, вывод Энгельса, немой, ну, как бы, вот мы с ним говорим об одном и том же, фактически. Что же тогда происходит? Есть нетрадиционный, в хорошем смысле, ответ специалистов общественного здоровья, попытка ответа. Возможно, улучшились условия питания, то есть питание людей улучшилось. С этим, ну, наверное, можно было бы согласиться. Можно было бы согласиться. Возможно. Если бы у нас был бы хоть какой-то достигнут консенсус в отношении того, что же такое есть питание и как его можно улучшать. Хорошее питание, плохое питание. Есть очень простой на это взгляд. Кстати, если человека не кормить и заставлять много работать, то, наверное, это не совсем хорошо для его жизнедеятельности, не совсем полезно. Если, соответственно, в таких условиях недоедающему добавлять калории, это будет хорошо. Что, в чем выигрывало питание, что за улучшение? Ну, я пытаюсь использовать определение здорового питания, которое тоже дал один из моих учителей, профессор Берри, что здоровое питание должно одновременно включать в себя три компонента. Оно одновременно должно быть вкусным, одновременно должно быть разнообразным, и одновременно должно быть уверенность во всем, умельность во всем, даже в умельности. Вот первый пункт сразу дает отповедь всем диетологам и же с ними примазавшимся, за рекомендацией которых на самом деле никаких доказанных фактов нет. Более того, серьезные диетологи очень сильно удивляются, когда оказывается, что рекомендации, которые дают годами, иногда показывают свою эффективность в неких исследованиях. Чаще всего, конечно, в эпидемиологических исследованиях. Так что, что могло быть, какое улучшение произошло, мне трудно предположить. Я, например, не знаю как вы, не считаю это объяснение вполне удовлетворительным. Поэтому перейдем дальше. Все-таки мы в прошлый раз с Павлом Андреевичем во время нашей дискуссии обсудили и, наверное, пришли к общему мнению, что во многом это связано с изменившимися условиями. Скорее всего, это и возбудитель менялся, ибо человек все-таки живет 25 лет, а возбудитель несколько меньше. Соответственно, изменчивость, она быстрее проходит. Возможно, что есть какие-то другие причины. И все-таки еще одна история к эффекту рамки. Так, вспоминаем ту самую картинку 1838 года. И смотрим, видим, что здесь произошло. Здесь мы видим, в общем-то, тоже идентификацию туберкулезной бациллы, подписи, химиотерапии и примерно совпадающей с ней БЦЖ-вакцинацией. Мы видим реакцию на БЦЖ-вакцинацию. Обратите внимание, слева на шкалу, это логарифмическая шкала. Если бы шкала была не логарифмическая, то мы бы видели то самое резкое падение, которое мы видели на одном из слайдов до этого. Вот теперь представьте, что говорили-то мы, в общем-то, о смертности. Мы немножечко, правда, говорили и о другом, и об инцидентности, и заболевательности первичной. Но во всех этих графиках, вот как-то явно не цепляется ни за что в углах, где бы поставить эффект вакцинации БЦЖ. То есть в любом случае БЦЖ-вакцинация началась сильно позже того, как произошли какие-либо изменения в смерти. Ну и даже, собственно говоря, их заболевают тоже. С другой стороны, опять же, если мы берем какие-то фактические данные, о смерти все-таки достаточно трудно фальсифицировать, изменить ее критерии диагностические и так далее, то мы можем сказать, что какого-то эффекта БЦЖ-вакцинации в масштабе глобально трудно себе представить. Ну, все-таки немножко о вакцинации. Посмотрим, ну, кто у нас наше все, кроме, если мы не говорим об отечественных источниках, это CDC, Центр по контролю заболеваний в Атланте, который, собственно, определяет очень много модов в отношении, в том числе, инфекционных заболеваний. У них там есть, на сайт, пожалуйста, выходите, смотрите, информационный бюллетень о вакцине БЦЖ. Вот я его открыл, решил посмотреть, ну, немножечко сейчас вам по этому поводу расскажу. Это информация из Центра по контролю заболеваний, БЦЖ, или Бациллок, или Медгеренович, мы это знаем, представляет собой вакцину против туберкулеза. Многие иностранцы были вакцинированы БЦЖ. Вот в этой праздне мне больше всего нравится слово иностранцы. То есть, вот, есть американцы, жители нынешних Соединенных Штатов, граждане, и есть иностранцы. Вот, почему-то она не про американцев. Идем дальше. БЦЖ используется во многих странах с высокой распространенностью туберкулеза для профилактики детского туберкулезного менингита и миллиардной болезни. Оказывается, ага, то есть, CDC на полном серьезе, совершенно официально, в своих документах считает, что БЦЖ нужно использовать, а, только в странах с высокой распространенностью туберкулеза, б, главные цели использования БЦЖ – это профилактика менингита туберкулезного, которого, в общем-то, мы, ну, как бы так сказать, не самая часто встречающаяся история. Поэтому, хорошо, оставим на верующих вещей. И миллиардные болезни. Миллиардные болезни, то есть, миллиардная форма туберкулеза. Продолжаем. Однако, БЦЖ обычно, кажется, не рекомендуется использовать в Соединенных Штатах из-за причины низкого риска заражения туберкулезом, различной эффективности вакцины против туберкулеза легких у взрослых и потенциального влияния вакцины на реактивность туберкулиновой кожной пробы. Мы к всему этому слегка вернемся. А пока вакцину БЦЖ следует рассматривать только для очень избранных лиц, соответствующих определенным титерям, и после консультации с специалистом по туберкулезу. Теперь пройдемся чуть дальше. Недавно обновленная в апреле монография. В общем, хорошая очень монография, действительно, вообще признанная во многом. По миллиардному туберкулезу. Электронная публикация. Пожалуйста, ссылочки. Все работает. Заходите, смотрите, знакомьтесь. Говорит нам о том, что миллиардный туберкулез составляет около 1-2% всех случаев туберкулеза. С другой стороны, эта же книжка говорит нам о том, что инцидентность туберкулеза в США в 2019 году составила 8900 случаев. Я прикинул, грубо, это примерно около 30 на 100 тысяч населения. Посчитать можно и в России. В России, по официальным данным, на тот же самом 2019 году, данные, которые Российской Федерации предоставляла во всем мире аннотации здравоохранения, таковая инцидентность составляла ровно 50. Например, в Великобритании 8, да, это много. Но согласитесь, 30 и 50 это, конечно, немножко ближе, чем 38. То есть, по большому счету, вот, а если использовать их же критерии CDC, то на сегодня Российская Федерация является государством, в общем-то, с не очень высоким риском заражения туберкулезом. Вообще, если так глобально просто смотреть. Да, ну, вот странная эта история. Ну, а тут еще миллиардный туберкулез, 1-2%. Для его, именно для его профилактики, нам предлагают массовую вакцинацию BCG-вакцины. Попозже чуть о вакцине поговорим. Еще информация с CDC. Возвращаемся. В отношении детей. Я говорю, что вакцинацию BCG следует рассматривать только для детей с отрицательной кожной пробой на туберкулин, которые постоянно подвергаются воздействию и не могут быть отделены от взрослых двух категорий, которые не лечатся или неэффективно лечатся от туберкулеза, или у них туберкулез, вызванный рецидентными штаммами. То есть, переводя на совсем такой простой русский язык, то имеет смысл вакцинировать BCG детей, у которых кожная проба на туберкулин ежегодно проводимая, на самом деле результата не показывает. Потому что у таких детей, скорее всего, эта кожная проба может и не выявить случай заражения от их контактов, тех же самых родителей и близких людей. То есть, вот для них, извините, BCG, возможно, как все здесь считают, возможно, даст такую пользу. Возможно. Ну, идем дальше. Вакцинация BCG медицинских работников следует рассматривать в индивидуальном порядке, в условиях, когда высокий процент больных туберкулезом, инфицированных штаммами по бактериям туберкулеза, устойчивым, непонятно, продолжается передача медицинским работникам на последующие заражения весьма вероятно, или были приняты комплексные меры по борьбе с туберкулезом, но они не увенчались успехом. А медицинские работники, которым планируется вакцинация BCG, должны быть проинформированы о рисках и преимуществах, связанных как с вакцинацией BCG, так и с лечением латентной туберкулезной инфекции. Ну, на всякий случай скажу вам, что в Соединенных Штатах вакцинация BCG действительно не была распространена, вакцинировали в отдельных штатах, а иногда даже в отдельных графствах и городах. Например, в Нью-Йорке вакцинация BCG все-таки присутствовала в какой-то мере, но в большинстве штатах США никакой BCG вакцинации. Интересный северный сосед Соединенных Штатов, что же в Канаде? Потрясающая статья, фантастическая, немножко, конечно, уже старенькая, 2003 года, но тем не менее. С потрясающим названием. Вакцинировать BCG или не вакцинировать BCG? Вот в чем вопрос. Оттуда несколько моментов. Хотя вакцина BCG используется с 1921 года и была введена большему количеству людей в мире, чем любая другая вакцина, споры вокруг ее использования продолжаются и даже обостряются. В настоящее время в Канаде вакцину BCG регулярно вводят новорожденным в общинах коренных народов. Минуточку остановимся, вернемся, выдохнемся. Только новорожденным и только в общинах коренных народов. Ну, а теперь объяснение. Эта практика пересматривается из-за опасений, что риск вакцинирования может перевесить эффективность вакцины здорово. Даже это Канадцы задумываются, надо делать или не делать. Дальше еще красивые фразы из статьи. Преимущества и недостатки BCG горячо обсуждались на протяжении многих лет, и прийти к единому мнению было трудно. А после долгих дебатов и путаницы, затем началось в 30-е годы, достаточно много людей в разных странах мира было привито вплоть до Второй мировой войны, даже до их начала, и в 60-х годах пришли примерно к тому, что, в общем-то, непонятно, непонятно, потом добавились метаанализы, потом бесконечные обзоры, потом метаанализы, и в итоге международный консенсус все еще не достижим. То есть мы можем сказать, что на самом деле прививать или не прививать в мире как-то не договорились по какой-то причине, не знаю по какой-то. Так, что такое BCG? Ну да, это живой штаб мекобактерий БОВИС, при инокуляции вызывает легкую, часто симптоматическую системную инфекцию, которая затем может обеспечить перекрестный иммунитет к мекобактерии туберкулеза. Может обеспечить ключевые слова. BCG изучалось в 30-е годы, больше всего исследований было изучено в 50-х годах, исследования дали противоречивые результаты. Таким образом, был создан исторический прецедент для международных разногласий. Тот самый автор статьи пишет, что в Северной Америке использование BCG в настоящее время ограничено избранными группами населения высокого риска. Они ищут, объясняют какие-то моменты, когда модно рассматривать варианты вакцинирования. Теперь по поводу, работает ли BCG. В середине 90-х годов были опубликованы три важных метаанализа. В основном исследования проводились в Европе и в Штатах, которые сделали вывод о том, что BCG эффективна для профилактики туберкулеза с общим защитным эффектом не менее 50%. Вот что-то не менее 50% эффективность вакцины несколько напрягает. Но на самом деле все не так просто. Все не так просто, поскольку сами же авторы метаанализов говорят о том, что в изученных исследованиях наблюдался большой диапазон гетерогенности между наборами метаторов. То есть вот прям данные настолько разные, собраны такими разными способами у таких разных людей, что их даже не очень хорошо, не очень корректно сравнивать вообще. Были сделаны два последующих исследования. В Малаве, ну, собственно, где много туберкулеза, они не выявили защитного эффекта BCG при лечении туберкулеза. Более того, больше случаев легочного туберкулеза наблюдалось в группе вакцинации. Опять же, разномасштабные исследования разного качества, та же самая проблема гетерогенности, и вообще на самом деле это ухудшение в группе вакцинации, оно не статистически незначимо. То есть есть оно, нет его, бог его знает, скорее всего, нет. И вообще можно ли объединять такого рода данные. Еще одна интересная вещь. Мы вспоминаем сразу, когда нам говорили, к тому, о чем мы сегодня уже разговаривали, исследование в Альберте, по-видимому, не подтвердило селективную защиту от миллиардного заболевания, поскольку во всех трех случаях миллиардного туберкулеза, зарегистрированных в исследовании, были зарегистрированы случаи введения BCG. Грубо говоря, как раз случаи миллиардного туберкулеза разбились среди вакцинированных BCG, а среди невакцинированных их не было. А мы помним, мы сегодня об этом поговорили, что одной из целей BCG вакцинации является именно предотвращение случаев миллиардного туберкулеза. В общем, в отношении BCG и туберкулеза есть такая путаница страшная, но есть некий консенсус, существует, нельзя сказать, что существует консенсус. К примеру, в Германии около 20 лет назад отказались от BCG вакцинации, насколько BCG вакцинация, во всяком случае, несколько усложняет процесс туберкулеза в диагностике. Почему? Потому что затрудняет определить точку разделения. То есть, если у нас ребеночек не вакцинирован, и даже он живет в условиях высокого риска, мы раз в год ему делаем туберкулеза, туберкулеза проба, и вот однажды она получена отрицательной, то есть никакой папыла нет, и вдруг однажды туберкулеза проба дает нам полную красоту, и мы берем этого ребеночка, обследуем его и лечим его, проводим у курс профилактического лечения от туберкулеза, после чего ставим на некий учет и считаем его излечившись в условиях. С другой стороны, если у нас ребеночек привитый BCG, то, скорее всего, некая реакция у него будет. Но отсюда есть какая-то путаница, то есть, значит, нам придется подгадывать, чтобы эта папула была больше по размеру, либо меньше по размеру, совсем мало плохо, совсем много тоже плохо, в общем, некие сложности. А германцы говорят, германские доктора, о том, что, в общем-то, от этой проблемы они избавились. Ну, во всяком случае, во всяком случае, консенсуса в мире на сегодня нет, и, собственно, флюорографии мы уже не будем трогать сегодня, консенсуса на сегодня нет, а проблема это очень интересная. В пользу вакцинации туберкулеза, возможно, я бы что бы мог сказать, на самом деле, конечно, и мы, и Всемирная организация здравоохранения ждет появления новых вакцин, разработки и появления. То есть, да, BCG, наверное, сыграло свою роль, можно сказать, и так, и сяк, и есть разные мнения, разные исследования по этому поводу, но мы ждем нечто лучшее, более лучшее, скажем так. Спасибо за внимание, на этом позвольте, наверное, заходить. Спасибо. Спасибо. Ну, я, конечно, придерживаюсь более радикальной точки зрения в отношении эффективности BCG, хотя много раз мы выясняли отношения с проводниками вакцинации в нашей стране, и каждый раз они мне говорят, ну, как же, ну, миллиардный туберкулез, ну, как же, вот даже одна, если мы один случай менингита туберкулезного предупредим, это уже хорошо. Друзья мои, это не так, потому что, во-первых, мы не знаем вообще все аллергические реакции, еще какие-то реакции. Мы не знаем, как это все влияет в популяцию. Мы же говорим про популяцию, мы же говорим про миллионы и миллионы, сотни миллионов людей, которые привиты. Как же так? Второе. Нет никаких доказательств эффективности. Вот это самое главное. Разговоры есть, а доказательств нет. И то, что сегодня Андрей Александрович сделал, подобрал вам эти материалы из разных источников, да, это же, в общем, довольно существенно, нигде в мире, по большому счету, не прививает БЦЖ, ну, кроме стран социалистического содружества. И что мы тогда делаем? Непонятно. Ну, насчет смертности, я помню, однажды с Михаилом Израильевичем Перельманом, такой был академик, главный фетезиатор у нас, хирург в России, очень хороший был специалист, большой мой товарищ. Мы как с ним стояли, он говорит, слушай, я за минуту снижу смертность от туберкулеза в России в сотни раз. Я говорю, как это? Да так, у нас же принято писать, что человек умер от туберкулеза только потому, что у него был диагноз туберкулеза, где-то, когда-то поставлен, он с учета не снят, и по нашим правилам, первым диагнозом идет туберкулез. А то, что он помер от инфаркта миокарда, инсульта, или сломал себе ногу, и у него там тромбоэмболия, лёгкшная артерия, это никого не волнует, он все равно умирает от туберкулеза. И это, конечно, огромная проблема, когда нам рассказывают про смертность, летальность и так далее. На самом деле, можно отслеживать только заболеваемость, ну, неважно, там, инцидентность ваша, это я тут в статистике не очень понимаю, но то, что нельзя по летальности, по смертности обсуждать туберкулез, это однозначно. Я вспоминаю, в годы 90-е, вы, наверное, все это помните, когда как раз вот эта статистика начала появляться. И нам рассказывали про страшный, ужасный туберкулез, который приходит к нам из тюрем, и каждый, значит, тюремный бывший житель, ЗК, он носитель этого туберкулеза, и вот он кашляет в метро, выкашливает на вас в автобусе, вы заражаетесь, заболеваете. Это был какой-то трэш бесконечный. Я даже написал закон города Москвы по борьбе с туберкулезом, пытался там что-то сделать. Собственно, я тогда с птизиаторами очень тесно сошелся, сдружился, и выяснил, что у нас есть любители прививок, а есть птизиаторы, которые больных лечат. Это две разные популяции. Вот. И в общем выяснилось, что все вранье. Все вранье. Вся статистика вранье. Ну, кроме того, на сегодняшний день я вам могу дать зуб, это уж тоже проверенная вещь, что в тюрьмах туберкулеза очень мало. Мы в сотни раз снизили летальность туберкулеза в тюрьмах. Как? Да очень просто. Был проект Мировбанк, в котором я тоже принимал участие. А по зонам туберкулезным я просто лично ездил с семьей, мы смотрели все это, поэтому это не то, что какие-то там разговоры и статистики, а это прямо вот конкретно мои личные наблюдения. При мне закрыли туберкулезную зону в Красноярском крае, перевели всех в Хакасию, потому что просто больных не стало. Почему не стало? А их стали излечивать до бациллярности, просто давать препараты и отслеживать отсутствие бацил. И все, и перестали заражаться, перестали как-то это все распространять, перестали умирать. Правда, еще одна легенда, это легенда о высокой резистентности бактерии к лекарствам. Думаю, что это тоже происки Биг Формы и тоже, в общем, чушь. Ну, мне тут трудно что-то сказать, хотя достоверно. Хотя, поскольку я в этом участвовал, то разговоры я эти слышал. Я слышал разговоры от иностранных шпионов, которые все это протаскивали сюда, это резистентность, полирезистентность, которые говорят, слушайте, ну, вы же понимаете, ну, что, ну, это же деньги, это же большие деньги, мы хороший препарат вам привезем. Не, ну, мы знаем, что этого нет, ну, лечить же надо, деньги же надо зарабатывать. Они зарабатывали деньги. Вот, поэтому, ну, могу еще одну байку рассказать, в которой я тоже принимал участие, кстати, с Перельманом, и куда я приспособил Андрея Ивановича, моего батюшку, тоже поучаствовать активно. Значит, была такая история, о, может быть, кто-то даже ее вспомнит, о гуманитарной помощи Европы, России, по поставке препаратов от туберкулеза. У вас же много очень туберкулеза, мы вам сейчас дадим очень много препаратов. Казалось бы, гениальная вещь, спасибо, давайте. Ну, тут же всплыл Иван Иванович Тюляев, это директор Акрихина, который производил, собственно говоря, противотуберкулезные препараты, ну, и Перельман тоже с этим разговором. Слушайте, но ведь если нам сейчас дадут огромное количество препаратов для лечения туберкулеза, то мы закроем свою фармпромышленность противотуберкулезных препаратов, ибо эти препараты копеечные, они ничего не стоят. И закрыть это можно, вот просто раз, два и нету. А тогда мы все садимся на иглу иностранных производителей противотуберкулезных антибактериальных препаратов. И тогда в Думу это все пошло, тогда был скандал мирового уровня, я приехал в Соединенные Штаты, а мне трясут газеты, вы что делаете? Вы хотите убить своих туберкулезных больных? Я говорю, ребят, почему убить? У нас хватает своих препаратов, мы прекрасно их лечим. Нет, вы не понимаете. Начальник отдела Минздрава поехала в этот период на склады, ну, поскольку, еще раз повторяю, это было совершенно официально все, на склады посмотреть, что же за препараты нам предлагают. Как вы думаете, какие? Просроченные. Ну, с коротким сроком годности, там, один-два месяца. Их надо выкинуть. А поскольку, если их отдают как гуманитарную помощь, то фирма получает хорошие преференции, и тут решалось, сразу убивалось много зайцев, да, и деньгу заработать, и лишить нас промышленности, очень много, что можно было сделать. И тогда все встали на уши, еще раз повторюсь, я хорошо помню эти фамилии, да, это Перельман, это Тюляев, это Андрей Иванович, ваш покорный слуга. Ну, я не такой звучный был, но я как бы присутствовал в этой тематике. Вот. И мы не дали, мы не дали этой гуманитарной помощи прийти сюда и убить нашу промышленность. Поэтому, здесь деньги в туберкулезе, ну, как и во всей медицине, особенно инфекционной тематике, они играют существенную роль, и надо про это не забывать. Ну, все-таки, то, что не прививает весь мир, и то, что там нету каких-то супер-пупер больших эпидемий в мире, это как бы все-таки показывает, косвенно показывает неэффективность и ненужность прививки от БЦЖ. Ну, надо работать над этим. Мы специально этот вопрос сегодня вынесли на ваше внимание, чтобы это все разошлось, потому что я знаю, что аудитория у нас очень большая, да, то, что нас смотрят тут сотни человек, это одно, а вот предыдущую пулю, которую мы даже не рекламировали, особенно, просто про вас поговорили, уже просмотрел почти 4 тысячи человек. и эта аудитория в нашем YouTube-канале, если можно повесить на него ссылочку, было бы хорошо, аудитория в YouTube-канале очень быстро это все растаскивает на, что называется, на цитат. И поэтому мы в дальнейшем будем стараться такие интересные темы поднимать, необычные, нестандартные, да, и говорить о том, что волшебные пули, которые объявлены спасителями человечества, на самом деле не всегда таковыми являются, очень часто не являются таковыми. Им приписывают некие свойства волшебные, а если потом разобраться, то ничего волшебного там нет. Можно выложить ссылку на сайт наш? Вот. Ну, YouTube-канал, да, чтобы люди могли знать, куда заходить, чтобы посмотреть. Вот, мне кажется, что это хорошая такая тематика, поговорить о том, о чем все знают и так. Всегда все хорошо. На самом деле не все хорошо и не все нужно из того, что у нас активно применяется. Андрей Александрович, хотите что-то добавить? Да, пожалуй, нет, Павел Андреевич. Нас так хорошо все рассказали. Единственное, что хотелось бы, может быть, сказать, если эта тема действительно интересна, продолжать, можно не только ограничиться инфекционными заболеваниями, но можем и по флеменгемскому исследованию пройтись, и по факторам риска, и по хнистам, и по мифарме. Вы же помните, что надо начать. Да. Мы с вами сейчас начинаем. Если это будет вызывать у людей интерес, а это явно вызывает у людей интерес, то, конечно, в первую очередь сейчас интересно и на пике обсуждений бесконечном это вопросы прививок, вопросы инфекционных болезней. Именно ими пугают все время, постоянно рассказывают о том, что вот завтра эпидемия кори накроет нас всех, мы все умрем. Но вы же показали в прошлый раз Клайд нехороший, что летальность от кори стала нулевой до того, как начали лечить применять прививку. Нулевой. Перестали умирать от кори. Поэтому это интересно просто пока. А дальше, конечно, если это ну, если нас не сократят как-нибудь цензуру не введут, не выскажут нам что-нибудь. Но я думаю, что мы устоим от этого. Все-таки это не первый заход подобный. Ну вот, я думаю, что мы перейдем. У меня масса вопросов, я сейчас не хочу это в эфире все обсуждать, но есть, например, гранарное стентирование, тоже интересная тема. Все же делают направо и налево, все деньги зарабатывают, а можно поговорить насчет того, насколько это эффективно и безопасно. Ну и так далее. И так далее. Хорошо, друзья, вопросы, если есть у вас, мы готовы ответить. На самом деле, мы люди подготовлены, как вы понимаете. Если вопросов нет, тогда спасибо всем за внимание, время уже позднее, восьмой час. Мы вас ждем в следующий раз через две недели, насколько я помню, да? восемнадцатого числа. Стентирование обязательно обсудим. Вы не думайте, мы ничего не забудем, мы просто не можем все сразу, иначе мы превратимся в бесконечную такую говорильню негативную. Наверное, тоже не стоит делать. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.